ну шо, блядь, у меня до сих пор стоит chill в текине, ёбанис, щас секундочку, пофиг шо немножко, это эгэ, и приступим, блядь, ну, я всегда такой неподготовлен, да, да, щас ещё хочу проверить, это, микрофон свой, а то я сбросил, ну, пару настроек, я хочу проверить, звучание, так, и почему-то у нас стоит, блядь, ограниченный доступ, ё-моё, щас, да, блядь, о, всё, ну, вот теперь, я думаю, можно начинать, блядь, да, это, блядь, я такой красавчик всегда сначала, блядь, запускать стрим, потом, ох, ебать, чё-то тут проблемки возникают всякие, блядь, да, нет, чтобы сначала, блядь, всё, во всём разобраться и всё посмотреть, секундочку, а, блядь, я, ебать, там, слышу всякие шумы, блядь, вот это, блядь, завезли от вертолета, сейчас я ещё, блядь, папа, пару, это настроек поставлю, чтобы оценить всю мощь моего микрофона, ну, короче, да, второй стрим настроек подряд, уху, сейчас, секундочку, спасибо за просмотр! о, ну, всё, я думаю, на самом деле, можно продолжать, потому что я вроде поставил шуму подавление, и нету такой, типа, вот этой шляпы, поэтому, ну, лягу, так, всё, а, в уши, так, всё, это всё работает, звук есть, всё верно, да, всё верно, а, в уши закрался птичий стрёкот, повсеместно с этим над ухом что-то прожужжало, было тепло, и судя по оттенкам света, что сжёг закрытые веками векные глаза, солнышко было явно в позитиве, посылая именно его, учи мне в лицо, живой получается, только и подумалось мне, от чего я попробовал потянуться, но сразу столкнулся с проблемой того, что на бетоне, а именно на нём, по моим ощущениям, я и лежал, делать это было не шибко удобно, немножко выждав и погревшись, я всё, всё же решил, что надо бы подняться, солнышко с солнышком, а лежбище на бетоне вредно для здоровья, поэтому, сверившись с организмом на предмет наличия боли в голове, на окружении тошноты, и поставив напротив каждого пункта минус, я сел на месте, после подгибая ноги и вставая, ляу, только и выдал, я оглядываюсь, местечко выглядело незнакомо, а может напротив, довольно знакомо, точно не скажешь, те станции в ебенях похожи одна на другую, приехали, я не знаю, может добавить, ну пусть так поиграет, приехали, я таки потянувшись в палец в карман, извлекая сигареты и закуривая, со стороны, чувствую себя прекрасно, даже спина и ноги, что обычно ноют так, что невольно задумываешься об ампутации, совершенно не болели и ныли, и не ныли, это, блядь, отсылка к инвалидной коляске? Ладно, ещё немножко тише. Да, я так вот, сначала, блядь, ставлю так, а потом так, потому что музыка, видно, по-насу растающей идёт. Ладно, поехали. Что странно, чувствую себя прекрасно, да? А-а-а-а, сука. Поздаюсь где-то по правую руку, и я повернул голову, выуживая глазами источник звука. И да, Пашок лежал на бачке, недалеко от меня. Подогнув ноги и упешившись лицом в бетонную стенку, он довольно тяжело дышал, но спустя пару секунд, наконец выпрямился, переворачивая сбоку на спину и открывая глаза. О чём пожалел спустя мгновение, ибо солнце светило чётенько ему в зенке, отчего тут зажмурился, прикрывая лица руками. Живой? Только и спросил я, подойдя чуть ближе. Я не жду, всё остальное байки. Живой. Констатировал я, помогая ему встать. Как себя чувствуешь? Богомолу башку оторвали. Я вот сейчас так же нахуй себя чувствую. Бля. Отряхнувшись, выдал он, оглядываясь по сторонам. Где мы? Спроси, чего полегче. Так, ладно. Пашок занервничал и принялся резко крутиться на месте. Чё-то потерял? Меня. Раздалось неподалеку за спиной, где в небольших зарослях травы лежал дынчик, прикрытый парой рюкзаков. Уф! Только выдохнул Пашок, пройдя к Денису и забрав с него свой рюкзак, помог ему встать. Как же хуё мне? Просто мы ещё живы. А где мы находимся? Я лично в охуе нахожусь. Не знаю, что тут ещё сказать. А если серьёзно, давайте раскроем это дело. Началось. Что мы имеем? Кругом лес, уже до пути, есть будка. Так что можно изучить её. Ага. Там вон навесные замки висят на дверях на деревьях дебёг. Из чего возможно сделать вывод, что внутрь мы не попадём. Там может быть какая-нибудь маршрутная карта. На вокзалах и на станциях такое должно быть. Чё? Тут даже указателей нет и знаков. Я об этом и говорю. Пашок прошёл внутрь, подёргал двери и начал осматриваться. Я же в свою очередь присёл на стульчик и вытянул ноги, тягиваясь и горят на дым. Живой? Вообще нет. Глаза болят. Голод тоже немного будет. После сотки это ещё повезло, считай. Я думал, что я умру или ослеплюсь. Ну, это маловероятно. Можно, конечно. Для этого надо побольше выпить. Ни советов, ни хуя. Ни одной надписи, ни одной инструкции. Ни хуя. Как неожиданно. Пошёл всего рядом с нами, оставаясь с кармашек сигаретами. Блядь, хайп. Какого хуя? О чём ты конкретно спрашиваешь? О поезде, наверное. О, вот да. Что-то у меня из головы вылетело то, что мы должны были вчера или сегодня. Охуй. Что мы должны были вроде как умереть, разбившись на паровозе Апскалуния. Спросить, что полегче. Я сам мало понимаю, что происходит. А может это типа чистилища? Как вы? И-и-у? И-и-у? История. Тут я не знаю. Что такое и-и-у? Сомнительно, что-то. Мы же не в сказке. Да мы в жопе. Охуенный отпуск. Спасибо, папаша. Вот, блядь. Не могли как белые люди пойти в клуб в лучший бар? Нет, блядь. Мы будем сидеть в какой-то хуйне и бухать без особой цели и какого-то намёка на здравый, я повторю, здравый флекс. Не думаю, что, чтобы, не думаю, что, что-то бы изменилось, пусть мы в баре или клубе. Мы как минимум не забили, мы бы как минимум завели бы ебучий мёртвый поезд, паровоз и не укатили бы к чёрту на куличике. Да ладно тебе, тут довольно мило. Лучше подумай, что будем делать. Ты же у нас ещё и один интеллект. Так как мы не знаем, где мы, и не знаем, куда конкретно нам лучше идти, предолго остаться здесь и посидеть, подождать поезд. Судя по рельсам, их обслуживают. А значит, есть шансы, что тут правда не ездят. Вот. Так что просто подождём. А ежели что, то пойдём погуляем, поищем деревеньку или ещё чего. В общем, как-то так. Где сидим, сколько нам ждать, какой сейчас день, непонятно и грустно как-то. Я привык, что всё непонятно и грустно становится привычным. Вот и будем потихонечку привыкать к этим удобным стульчикам. А тут имплэ нет никакого. Если шо. Спустя сконч... Говно, я подумал погляд. За скончавшуюся пачку сигарет и нескольких часов безмолвного ожидания, мой терпение начинал сходить на нет. В большей степени потому, что двое моих компаньонов были немык открытым. Хотя о чём я? Если даже под градусом они практически так же молчали, слушая мои монологии, а на вопросы отвечали так, словно их все уком заставляют это делать. И какого флекса они ожидали, интересно, с такой-то коммуникацией. Впрочем, у меня уже нет сил это реагировать. Да, конечно, можно было бы не лезть в меня и не тащить их на этот поезд. Остаться в городе, но, мне кажется, это не многим бы повлияло. Это не многим бы повлияло на них, ладно. В общем и целом, это не моя проблема. И признать честно, меня это уже вовсе не беспокоит. Меня больше повнует то, что мы сидим тут уже несколько часов. А признаков какого-то прибытия поезда или хотя бы людей не было. И ровно с тем, как нудно и скучно текло время, так же и мое терпение. Короче. Начал я, подымаясь со стула и потягиваюсь. Нужно идти отсюда. Ждать можно вечно. А гарантий на прибытие поезда у нас нет. Вообще-то у меня вопрос. С языком или в засос? Блядь, нет. Я смутно помню, но кажется, вчера было пиздец все как странно. А что ж ты раньше молчал, золотце? В плане странно. Ну да, странно, что пустая печь. Ну ладно, печь с кучей окурков вдруг загорелась и поезд не с того ни с сего поехал. Да. Причем, как ты сам заметил, опять вчера. Это развалина стартанул слишком резво для паровоза. Да и скорость была нереальна. Нас просто стены впечатало. Серьезно, я думал, меня размажут в уши. Ну блядь. Я пожал плечами. Вариентов может быть множество. Может это поезд доктора Эммита Брауна? Кого? Ну, доктор из «Назад в будущее». В РД нет таких технологий. Пашок закурил. Хотя реально. Там Катавасия происходила какая-то. Меня тоже смущает некоторые моменты. Ладно, такуй с ним. Меня смущает все. Но это же наверняка... Ты сам не знаешь, что можно сказать, да? Да. У меня нет идей. Я просто отбрасываю всякую супернатуральщину в сторону. Планы стоят тут всем же. Идем на поиски населенных пунктов. А там уже и разберемся. Это нихуя не аурайт. Хай. Уже хотел особенного флекса. Пошел. Пожалуйста. Адвенчура в чистом виде. Путь драчура, блин. Пойдемте. Пойдемте уже. Есть хочется. Солда. Драть хоть чуть-чуть жесткое. Как в баре вчера закусил саласиком. Так больше ничего я не ел. Я лишь кивнул. И подождав, пока парни закинут рюкзаки на плечи, мы двинусь по железной дороге. Как мне думается, в южном направлении. Я думаю, сейчас какая-нибудь музыка будет. Типа про путешествия. Не, я помню, что было на стриме. Но я уже с этого момента, после пролога, начинал выпивать. Так что постепенно я некоторые моменты буду забыл. Точнее, некоторые моменты не помню. Охуенно. Устал сказал Пошел-ка, становлюсь. Согласен. Люблю гулять за городом. Правда, чувствую, поясница потом будет ныть. У меня, знаете, что-то с ней в последние пару лет траблы начались. Йога не помогает. Филатс тоже. Я не знаю, как ты еще не развалился за свои 150 лет жизни. Сам в шоке. Пить хочу. Умираю. Эй, там вон дорога. Мы лишь поглядели в сторону, куда указывал Дэн. И действительно, впереди виднялся же Дэн переезд. Идущая дальше вдоль полей и леской лентой дорога. Повезло получается. Мы быстрым шагом направились на дороге, возле которой, уже сбавив темп, остановились. Ребятки решили присесть на бордюр, а я избег из кармана пачку Дакоты и закурил оглядом. Странно. Именно. Смотри сам. Я указал на что-то переезд. И что? Дорога идет. Нет, блин, стоит. Идет. Переезд есть. Есть. А за переездом что? Поле. Дорога идет чисто до ЖД пути и все? Может этот раз самоубийц, типа, приехал, встал на пути и ждешь поезда? Звучит пизда-то. Но что-то как-то депровато. На самом деле, это сомнительный стран. То есть, впереди только поле и... Нет. Согласен. Чу. Не хочу его не экспириенс. В... В... Или... Л... И... Р... Л... Повторять. И... Р... 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 Да, блядь. Шастая поль самополя. Сори. Я и не предлагал. Даже не думал об этом. Это, блядь, даже не логично. Я к тому, что за перевалом нет даже следов машины. Даже проселочной дороги. И тут два варианта. Либо этой дорогой никто не пользуется вообще. Либо эта дорога призрак. Типа как шоссе 666. Типа того. Или как-то так, да. И это странно. Очень странно. Локация не прогрузилась. Спасить что, полегче. Ну да ладно. Пойдемте-ка нахуй отсюда. Нужно найти людей. Лиду и воду. А уже потом обдумать это дело. А то на под той желудок такое себе дело думает. Такое себе дело думает раздумывать. Не совру, если я думал об этом. О чем спросишь ты? А именно о том, чем все закончилось. Вообще можно сказать, что с этого все и начнется. Это смотря с какой стороны посмотреть. Говоря проще, мы продолжали долгий путь по дороге ровно до тех пор, пока не дошли до развилки. Первая часть дороги уходила в поле и ровно как и с ЖД переездом, просто кончалась, можно сказать, ничем. А вторая же уходила вдоль стенки леса и через жужжащий ОЛЭП куда-то западнее. Естественно, мы двинули по ней. И уже тогда у меня, да и не только у меня, как я думаю, закрались подозрений. И преодолев очередной поворот, я только убедился в том, что не зря вся эта хрень с обрубками дорог показалась мне странной. Да, охуенно. Хайт, не ебу. Это не отменяет вопроса. Какого хуя? Может и вправду тот поезд отвез нас в прошлое? Ага, вот только в саненок это... Вот только саненок это не прошлое, а просто вымышленное место. Ну, у него же есть, типа, прототип. Ну, те это не меняют. Вот в лагере... И называется, значит, да и выглядит все так, словно аниме в глаз попало. Так. Короче, квешен. Погоди, осади. Если мы в Беллах этих ваших, значит мы отсюда не соберем до конца смены. У меня отпуск пять дней. У меня выебут и высушат, если я проебу пущу. Если это канон, то МБ и недельку почилить надо. А если СС? Ты про воени... Военизированные формирования национал-социалистически-немецкой рабочей партии? А вот твой. Вообще-то попрошу. Белл это модно СС. Хорош, хорош. Так, если это СС, то тут все проще. Чтобы покинуть лагерь, нужно умереть или закончить цепочку. Но это не СС. Вон ржавчины нет. Да и Ванька не спешит нас встречать. К тому же, это вариги все зациклено из-за лагеря. Вариги все зациклено из-за лагеря. Не имеет никакого продолжения. А в СССе за границей куча всего есть. Так что не будем, но я должен убиваться. Ибо это не вхаяние СС. Бля, а я уже обрадовался. Какой план? Утаемся и дефаемся в старом корпусе неделю? Если по более ленивых сценаристов нас в этом лагере ждут, то просто зачилим. Охуенно. Блядь, это странно, не? Хочешь вверх, хочешь нет. Но меня не покидает чувство, что... Он неожиданно весь набычился, напряг кабину, выставил грудь вперед и, стоя в позе Джотера, указал на мне пальцем. Уээээ, за Оленку и двор с консерву в упор, слышь? Я лишь осмеялся и махнул на него рукой. отставить бы к херкинс херкинсон еще ничего не ясно ну живи тогда и только я понес игарету губам к в руку засмеялся и ставь короче себе такой прикол я лишь вопросительно на него уставился таки затягиваешь чушь какая-то господи план забейте в общем предлагает следующий шок останется тут и вещи пусть и джош пашок останешься тут и вещи пусть и джош а мы с данным на разведку а может наоборот пашок самый здоровый если какой-то из дэйшен он в салоне думаю ты по дороге пойдешь в обратку попробуешь дальше пойти там где ворота кончились а я двину на голову сразу пляса если тарик то границы карты тут ебучий и далеко уйти не будет там телепорт триггер стоят а если нас это нет обратно то есть смысл объебаться я не вижу не гунду не гундусь гнали хули я же закурил дожидаюсь пока дэн скинь рюкзак сидит тут есть чё кричи пизда ты план хайд мне говорит что ты гений только с иронии только с иронии и или сарказм а ну нет ничего хочешь просто залезть в паблик вк там бред под каждым постановлены под каждым в каждом моде обсуждение там будет написано хайд и гений а и вносим рейди голу отойдя от ворот дэн двинул назад дороге откуда мы пришли а я по плану двинул лесок а 10 и порта и правда есть а то все рим пошел оставшись наедине с самим собой я присел на бордюрщик извлекая из кармана пачку сигарет тонкий пинстон быстро вспыхнул под пламени зажигалки и водим также быстро проник в горло а следом и в легкие слегка будоража сознание был конечно и неприятный момент для к тоже него может даже несколько никогда не люблю курить натощак однако сейчас не делать абсолютно нечего прямо как ждать прихода товарищей или просто приклада ла а я лишь крутил этой мысли блять что заходит все же правильно я думал что все же правильно я думал что ехать хайту в йоде будет весело будет flex а в итоге бухов и менять и дебра для как я ненавижу эту его привычку что угодно превращать в ничью какой-нибудь еще и эта хуйня был и всякие скорее всего этот три от сотки не иначе других вариантов у меня попросту нет ну или мы просто стали героями моды и я вовсе не живой и ты там за монитором игру врубай нахуй я лишь и кикнул ушаг уроки абордер и прячь его в траве пиздец конечно ну если все это не галлюцинации то скорее всего будет фликсова на типа там пионер очки пионер очки до котлеточки танцы шмансы любовь морковь вот только нахуй она мне надо их бля на гонку мысль раздался скрип ворот вы приоткрылся пропускать вперед себя человекообразно существо в пионерской форме но людьми их считать я не собираюсь это не местные они мечты они мечты и дебил явно привет бля подписано парень но это насколько я помню танка приветствую меня лучше и заворот парнишка хотя ближе и наверно новенький поля максон меня марину зовут вода ой ссори за сайори погоди марина для я подумал это парень опять ловушка хайта марина я такой не помню чуть хотя я бы он не читал так что прости но это просто ты похожи похоже на думаю знакомым максима ее зовут вот я пошел если чё паша да слегка в ступоре из парселона да и первое что меня интересует когда кушать пойдем а но обед уже прошел так что ужин только звезда ну а это так говорить мне не дал шесть кустов у забора раскачивалась страны в стороны и из которых спустя пару секунд в леденис о сработало значит с возвращением вы дали кругосветная до мир ванили меньше чем воркута не спрашивал к нам подбирать свой рюкзак из тротуара а это кто марина какая марина я лишь пожал плечами и дамы наверное новенькие а а ты я каменщик работают три дня без зарплаты заберите свой металлоломный ну к тому поняту понял мем давно он был за раунд неожиданно а чего я сам подпрыгнул счет жестко да ладно denis меня зовут я вернулся раздалось позади и за елка на другу вышухает подходя к нам быстрым шагом оказалось я был прав тут мир меньше чем в а это кто так она не с оригинала не а меня марин зовут и наверное новенькая больная тихо это уже 3 отсылка простите простите не удержался добрый день мариночка меня василием зовут если вам интересно да приятно познакомиться так и чего нас там ждут хлеб соль вся форма да но в жратой пока нет в лагере она пошла на экскурсию с отрядом скоро должны вернуться на экскурсию за карту багаж получается что забей он просто неадекватные ну я могу провести вас на площадь показать лагеря а как вожатый придет там же и и заселит но это уже перспективнее чем тут сидеть так что виде марина лишь еще раз бросила на хайта не понимающий взгляд пригласил за собой жестом после отворяя ворота пошире и приглашали нас на территорию наследовав по знакомым фонам по ходу смены которых хоть за кадром деликатно намекну маришки что в экскурсии не нуждаемся мы вышли грустной площади для избавившись от хвоста присели на лавочку я наконец позволю спине отдохнуть от напряжения и раскинув себя на лавке откинувшись на спинку и вытянув ноги класс тут плюс запарившись ходить уже да ладно вам не все так страшно ай айла чего делать то будем не знаю как вы а лично хочу поесть нормально поспать и уже после этого сибаться отсюда домой какой домой отпуск только начинается думаешь чувствую сами посудите тут же как отель все включено и развлечений а и развлечения за нас придумать и дудо окропы предоставит а если это моды олив какой сценарий на смогу засосать парень это в оригинале не было тоже верно может быть просто видим всех нормально а оригинале они типа были просто на фоне и на них не было акцента ну и знаю ну смысле ты же читал я листов на промотке чтобы ачивки выбить издата от таки что вдруг это не канон до расслабьтесь на месте придумаем пока что все более-менее но правда да есть листы кучка ведь я в риге на правда правда да есть нет стыковочка ведь в оригинале не было всяких этих экскурсий с отрядом а где были да я и буду мышь я кроме как порогу с вами подбухло модели читал это же вы поняли но вообще я почитывал несколько но особо ничего не помню из такого давайте просто объема мы все знаем как как тут что работает я не знаю и приблизительно понимаешь с же проходил вот ну тогда дадим секунду ну тогда надеюсь тут не будет коридоров призраков и василия в капюшоне который будет нас резать ножом во сне говорю же увидим а сейчас можно пока откиснуть и рассоладиться откиснуть было бы охуенно я не в этом смысле между да и что-то залазил кто-то жалуется что я про а сам только и думает как бы уже спи с пеппероница принципе перепонить только шутки никакого суицида жрать хочу аналогично где тут можно добыть завтрак за 20 завтрак за 20 баксов нигде отца можно зарядить столовку а дальше еще да вы заебали я за вас все придумать буду у тебя же 1001 интеллекта дайте-ка подумать можно библиотеки все я уже ебнулся может библиотеки книжечку взять почитаем пароля ахуенный лекс ну придумай сам заебал я придумал просто сидеть от кисать на солнышке а если так а щелкнул пальцами и стал с места денис ты идешь в столовку и утаешь пожрать ну могу еще библиотеку зайти мы найду что интересно почитать вот не толстого там несколько параллян сколько будем описание читать всякие а нам надо больше экшона хотя можешь мне взять первый том война и мир я перед снова почитаю пашок ты пойдешь искать мест для закваски на пляже там сходи на пристань погляди место где полный релакс и народу минимум заодно лагерь посмотришь звучит как план а что будешь делать ты а я проверю насколько это оригинал плане полезу медпункт попробую стащить оттуда пиво зарежу дом ржок там у алисы же водка была или а что-то по моему она и только под конец его рута где-то ты проверю это в общем зачем им под пивкода пойдем ухмелимся скажем так голову в порядок придем отдохнем после долгого пути сюда и уже потом начнем решать проблему нашего сюда попадания и того как нам отсюда съебать всех все устраивает почему бы и нет вполне отлично от хлопнув ладоши и начал удаляться еще сели будет будет однако только я крикнул он нас и мы с данным переглянувшись или него закидывая ленки рюкзаков на плечи стали с мест направляюсь по . . все ёбинуся удаляясь с площади я вновь почувствовал себя дурно какое-то чувство дожавею упорно меня преследовал что уж говорить я даже день спи у меня из памяти взял а именно из прихода что настиг меня на площади сам не расслабиться на лавке конечно вырваться в рваться в мид пункт с воплю лерой дженкинс я не стану но прибывает в отрешение я бросила тебя эту странную мысль раз переключиться на актуальные проблемы конечно попасть местечко по мотивам которого ты на строчил ни один блокбастер это дело занятное не иначе но ванильное болото это полнейшая скука как я сумею убедиться границы карт имеется а значит придется поленоваться в этом пенсии как минимум не 6 ну 5 ванильный пиздец своим присутствием ты разбавляешь экшоном так что будет но не сразу но вы знаете эту хуйню обходные потерянные шурики пьяные алисы и вскрывающие вселенной я надежда только на зомби нашествие хотя если она будет таким же умным как вариге то к черту и это конечно вы можете сказать мне про ламповость но сразу можете выйти в окно поскольку это дерьмо а не ламповость тушная нудятина это ваша болот бро 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 меня от этого ворот лучше бы в каталу какую занесло хотя если учесть не стыковочки то вполне себе можно рассчитывать на что-то больше чем болотный маринад на протяжении недели а значит возможно персонажи персонажи местные могут могут вполне быть нормальными они картонками с набором стереотипов своего прописанным бэкграундом будем надеяться на нестандартную модель поведения что может быть не так скучно конечном итоге если все будет очень плохо то можно просто загаситься и мариноваться на пляже на прибытии автобуса или белого света и как счет что съебывают занят заняты этими обычными днями заняты этими обычными для меня мыслями или купить заебал заняты этими обычными для меня мыслями при пересечении с болотом я добре дамит пункта конечно окошек тут всегда приоткрыто недолго думая я забрался внутрь у меня в простыне на кровати и принялся обыскивать помещение и в комарке было найдено то что искал а именно пара бутылок мартовского находка я остался вполне доволен и извинять как я остался вполне доволен поскольку мне особо похмелиться было не нужно поскольку меня особо делиться меняться было не нужно ибо чувствую себя превосходно в отличие от ребятишек поэтому не стал копаться дальше и направишься к окну на ходу подмечаю бутылки медицинского спирта на нижней полке шкафчика валяет самоубийца выпрыгнув наружу я спрятал бутылки во внутренних карманах своего пиджака куртки и двинулся дальше по маршруту стоит признать что я бы не в жизни упал не упомню где живут рыжи если бы не случайные воспоминания о сс не о том сс проще говоря сценка 1 там было где как раз описывался путь до домика рыжих ну а дальше прекраснейшие знания карты и местности и вот я уже на пороге их домика если верить донесению некой марина о том что вожатая с отрядом на выгуле то домик должен быть пуст ведь дефонный отряд стоит именно из всяких первоплановых персонажей ванили поэтому оглядевшись я пошел в обход домика окна тут никогда не закрывает что мне на руку конечно же у нас вспомнил так бляж написано вам я приятел не брей может ли кто интересно всяких домиках о ходе что я по виду позву не у сливаем короче я позволяю вам танцевать написание ничего такого больше я не могу прочитать все больше ничего особого не вижу поскольку я мало это внимание обращаю вновь вспомнив молодость поиграв форточника я забрался внутрь домика и уже начал осматриваться заметил что домик был вовсе не пуст и чего дурак совсем просил меня ульяна 1 покрывала под которым лежал на кровати слова уме и отвага это не всегда плохо или а просто отчаянный парень я лишь пожал плечами а ты чего не на экскурсии а чего ты тут забыл вообще проверяю домики на предмет запрещенных предметов чего того я сделал серьезный вид оглядывая комнату заглядывал под матрас кровать алисы и под подушку сигареты наркотики алкоголь кассеты с бою пинки в плоте или queen оба я подумал в ванах было что ты на экскурсии с отрядом какие-то соседки я должен был проверить все на предмет запрещенки так что давай колись а я то чего меня нет ничего такого а у соседки твои нет у нас ничего такого ну по крайней мере я так думаю я осмотрюсь не бойся ворвать ваши нижнее белье я не буду его шутка юмора понятным будешь смотри в обувь под пристальным взором ульяны я залез под кровать обыскал шкаф пошарил за батареей и огорчившись не нашел ничего особо ценного кроме разве что личного дневника двачевской но мы все же сюда не копаться в грязном белье пришли верно поэтому я вернул на вход в место поправив простыни одев одежду в шкафу убедив что у них нет лишь просто выдохну спасибо за службу гражданчик только и сказал я протягиваю к протягивая и руку только и выдала на недоверчиво пожарки меня василием зовут к слову я на я знаю подолгу службу положено в общем слушай ульяна я чуть присел смотря ей в глазах я буду ваере до конца смены само собой никто не должен знать что я делаю наблюдение ама понимаешь на молодежную нужно присматривать чтобы бед не делали подвернул я доверяйте и надеюсь мы с тобой стали друзьями что нераскрываемое прикрытие ладно подозрительный ты какой-то да мне все-то горят никто не любит кгб ну что поделать я понял плечами выпрямлять в общем они это маленькое путешествие в тайне с меня не будет плане вот будешь хорошим товарищем конца смена узнаешь сюрприз приятные сюрприз приятные когда не знаешь что на себя представляет не скучай только выдал я направляюсь к двери да чуть было не было вряд ли она не проболтается хотя бы той же одессе вода ванна и велька беда а теперь рабы и обратный товар не велик что имеем то имеем и подсоков я отправлюсь в сторону площади цок 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 я в айфона будет такая сосны поварить вопросов придется с теми менять фотографию скрин но и новой вайфу от хайта понятия не имею готовы листовую к тому что кто-то из пионеров пропустит прием пищи и приедет при идет за едой думаю мне будут какой-нибудь сухпайк по типу холодного чая с какой-нибудь булкой обычно в детских лагерях так и делают запах еды можно было почувствовать еще метров за 50 столовой но когда я подошел дверях есть захотелось намного сильнее желудок заучал настолько сильно что его наверное было слышно где-нибудь на пляже вообще проблемы с вентиляцией это отличный отличительная особенность общественных столовок после приема пищи ты выходишь из-за нее и понимаешь что ты насквозь проводил своим обедом а проветришься только к следующему заходу и так по кругу она сейчас это меня совсем не волнует потому что от голода уже начинает пушиться голова внутри из пионеров никого не было за отдельным столом на стойке раздачи по всей видимости то место для персонала лагеря взял мужик средних лет в рубашке и старым серым пиджаке кто-то из-за администрации ваш директор или охранник вы ну точно кто еще это может быть брать лето чей-то батя кому-то приехал размышляя подошел к стойке за которую никого не был заняты готовкой не иначе а у есть тут кто а мой голос выше повариха недовольна вытирая руки а фартук боляя главное что глаза добрые чего тебе здрасте я тут приехал только можете растя тут приехал только можете выдать себе какой-нибудь не моим товарищем где же они как выразить настребление движение творить тебя могу суп налить с обеда остался на вынос не обслуживали надо как-то выкручиваться они просто уже поручения старших выполнять начали работать на благо партии да ладно его нет пойди на пляже она вижу то глаза голоднючие на желудок он ревет как труба здесь еще что-нибудь посмотрю пока она отошла я глядел столовку сопоставляя задник с бг из игры один в один прям и те же пока ты пустые невзрачные столики и дает одиноко болтающийся плющ или как-то штука называется вот мелок банку бобов и консервированные персики есть друг обратилась ко мне женщина оставь несколько вздрогнуть на вы нас больше ничего нет и да про персики не трепай свежих где-нибудь тихонько спасибо большое да не за что суп то больше ли нет пожалуй не откажусь бля вот самому есть хочется не налили тарелку супа скончая и выдали пару кусков хлеба в придачу я взял поднос и проследовал не проследовал столом чтобы наконец-то поесть особо не смогу я быстро справлюсь с ограничением после откинувшись на минуту на стуле здорово желудок приятный тихонько завурчал получив желаемое после вчерашней выпивки и сегодняшней прогулки бульончик а ладно я не хотел встал с места отнес поднос с посудой к окошку приема и спрятав по карманам банки с консервами направился к выходу теперь надо взять что-нибудь почитать чтобы не умереть со скуки и сказать что обладая какими-то глубокими литературными познаниями прежность жизни я вообще читал по книжке год поэтому буду полагаться на удачу повезет если возьму не какой-нибудь учебник или какие-нибудь труды маркс библиотеке было намного прохладнее чем на улице похоже здание освежил сквозняк из-за множества открытых окон нескольких метрах от меня ровно как и в каноне столом положения мило я замер на месяц понятену чем девушка рукой но бросит а там знаю нас дэнчик и на жизнь западет решил расставлять вот это самого начала влезть вот этот приход библиотеку настаивай на этом не знаю мне кажется взять появился какой-то смысл я замер на месте с поднятой над причем девушки рукой сладко спит даже будить не хочется но вместе с тем я вспомню что моего возвращения слутом ждут хоть пошел поэтому аккуратно позже руку уже не на плечо слегка потрясаю и жаня медленно открыла глаза посмотрел на меня сквозь ресницы стряхнул головой и потянулась привет раз по часу и тебе того же хотел чего я новенький только приехал хочу взять что-нибудь почитать может посоветовать чего только приехал сразу библиотеку ну что же похвально только по идее ты сначала должен был принести мне по одной а то вдруг ты забрел сюда откуда-то с полей или силу акул на тебя же даже на тебя на тебе же даже форме нету хотя и так уж это и важно все равно раз в год бывает пойдем подберем тебе чего-нибудь женя встала не стала типа манила с собой рукой пройдя мимо заставленных полк она становится где-то посадили где-то посреди меж ними и принялась показания все сорта книг тут у нас детские книги это тебе уже будет интересно хотя кто знает тут вот от свечи от те угли от свечи на это тут вот отечественная классика тут книги о войне вот есть научная фантастика здесь у нас полка зарубежными авторами тут значит у нас сборники со стихами рассказами а в том дальнем шкафу романы интересует что там не сильно хочу читать что-то из этого чтобы был в школьной программе пост хочется чего-нибудь особенного можешь посоветовать что-нибудь из фантастики вот смотри здесь у нас есть грин беляев стругацкий или стругацкий еще немного толстого и булгаков не знаю что толстой это фантастика посоветовать смогу братьев стругацкий не нравится я тоже слышал о них никак руки не дошли ну вот и настал момент вот бери лучшее их творение как по мне один борис стругацкий и книг на обочине у это же получается stalker только книга что вы прости фильм есть фильм по ней не говоришь же ей что мне в действительности первым хотя черт знает в каком году фильм даже вышел но точно помню что он советский а поняла я ним даже не знаю так что берешь ну да раз ты рекомендуешь обновь серия она лишь кивнула или него прошла к столу где спала до этого давай тебе карточку библиотечный заведем как звать тебя denis а меня же не отвлекаешься от заполнения сказала она очень приятно из какого-то отряда не знаю только приехал предполагая что наши божаты будет только дмитриевна замечательная тоже подъем начал откуда ты ее знаешь она ведь после обеда ушла с ребятами в поход я был тут уже несколько лет назад я еще помню лагеря его обитателей понятно а я вот тоже не первый год здесь на тебя что-то не припомню она прищурилась вот твоя карточка записываю записывание книгу оставлю здесь как прочитаешь принесешь обратно только не потеряй летит мне потом хорошо постараюсь не подставлять так а сколько сейчас время на поле слов и извлек оттуда наручные часы сверясь со временем ой мне надо бежать меня ждут пойдем на улицу и закрывали библиотеку мы прошли с него самого выхода у меня в голове появилась навязчивая идея подвал он был тут или нет я хочу посмотреть ой сейчас по секунде не надо посмотреть тут кое-что давать только быстрее я быстрым шагом прошел вдоль полок глазами выискивая люк погреб за ними шкафов как раз располагалось что-то похоже дайте ближе сомнение осталось это тот самый подвал интересно что может скрываться скрываться под этим люком в одной из тысяч параллельных циклов тот самый и и шептал я с легким смешком после все также быстренько вернулся к выходу давай пока еще увидимся сказал она закрыть дверь библиотеки на ключ а куда тебе сейчас если секрет подружки в сторону водочной станции пошел как раз должен быть в районе пляжей или этой станции если не заблудился конечно уже не шарить за локацию не как раз туда и надо мне там меня там тоже пройдемся вместе что же мне остается если откажу то все равно пойдет зубы и сказала на пойдем ой бельщик орбит являйся попался ну да перстая таки не дошел когда мы вышли на почесть там на лакте уже сидел хоть сутки смотря на меня идущий рядом же нет а я тоже пойдет или ну получается к пирту мне уже не надо за я мысльцу чего это а вон а вижу вдруг твой вы тут одни без формы шострите ну да логично спасибо за книгу пока до встречи она подошла пошел дальше по площади а я же направлюсь к лавке это у нас тут за парочка просто спасибо да да сначала просто пути а потом уже и герпес вместе лечите я не стал отвечать лишь слегка улыбаясь присаживаясь рядом и решая перевести тему вот кстати стулкера взял почитать стругацкие с пивком потянет и читал до пару раз но я не фанат в общем и целом норм значит уже не хороший вкус она посоветовала мэйби мэйби так ну это все круто конечно но пожать намутил до по баночке консервов выдали что за консервы вот бабы и натяжка удалось вытащить и штаны и штанин и вторую банку я никак не хотел выводить и персики откуда персики взяли я думал это для богатых еда и сам поел ты сам поел да накормили в столовой отожжался значит на пищеблоке сычара да ладно шутка взял банку персиков после сняв с пояса выкинуть нож и принялся открывать что ты так смотришь я без ножа из дома не ухожу я не стал отвечать лишь отводя взгляд в сторону а ты чего достал то что искал да комичная конечно история вышла чат он подспел ножом персики с банки и закинул в рот короче дело было так пошел ким этом лет на пляже чили покуда мы тут обжираемся хоть вот не судьба к пашку пойти блять и вместе все захалывать рисук гений совенками а куда мне пойти прикажете где вся кругом несколько раз утонув голове эту мысль все это выглядит так странно и началось все с паровоза паровоз который отправил нас а куда параллельный мир не может быть были бы в ржд логи может было бы все не так хуёло в моей жизни вообще я странно себя чувствую вроде бы дикий похмел а вроде бы и и так погано что как минимум лучше чем вчера в поездке непонятно в общем и странно что у нас 3 эрекции и странно что у нас реакциями проблемы хотя орать вау ничего себе тоже такое да и нет такой реакции обычный статичный пиздец можете не совсем обычно примерно то же самое а вообще столкновение с кем-то заставил потерять меня ход мысли ссори за сайори только и выдал я на автомате что я не собирался смотреть с кем не столкнулся довольно тихий миловатый голос заставил меня остановиться посмотреть на его обладательницу по а вот сайори передо мной стояла девочка с короткими тимир жирными волосами и голубими глазами ах да еще и в пионерской форме кажется это местная фишка и она мне кого-то напоминал знакомый думаю нет хотя постойка тогда откуда ты знаешь мое имя спасибо у нас слегка улубаясь да ладно сайори а кажется этот не причем даже имеет такой чудо паровоз и кто бы из моих не додумался замучиться вместку совенка и доки-доки хотя может и есть такие моды но это ходит так как это получается отца что с тобой выглядишь нехорошо но природные мысли принялся и голос я немного в подвешенном состоянии думаю какая-то какая вероятность думаю какая вероятность того что все это реально а те есть сомнения что же это нереальность что же это если нереально что угодно сон или 3 а может я просто умер если умер тогда мы в раю а я получать свой ангел нет ты под моего убирающего мозга и все это вокруг возможно я умер от пьянки а мой тело так и осталось гаминтового паровоза думаешь я нереально да но я же думаю но я же думаю а значит я существую ты не сможешь доказать мне этого а знаю что все еще почему-то существует получается ты тоже не может доказать что ты что существуешь возможно это ты под моего воображения оставь сигареты и сладко закурил кажется я в тупике и вижу вариантов как узнать реально ли это остается только наблюдать кажется мой отпуск продлен на определенный срок зачем ты это делаешь курить вредно но если под твоего воображения то есть и горят они настоящие дурак персона расстроюсь я даже неловко надо просто сменить темы о чем вообще можно говорить с пионерками а ты правда стоишь в литературном кубис а как-то узнал читал одну новеллу да и кто в летних лагерях ходит с книжкой кажется это мой выход я оставь пахнут позу для меня это элементарно лучше железнодорожный гениальный тих детектив тот в чех венах течет магма и просто сама фиксов по ним в этом гортик к вашим услугам я могу узнать имя человека по одному взгляд круто как-то знал моими по одному взгляду кажется она действительно была под впечатлением придется играть роль до конца настоящие так силы не раскрывает своих секретов но если такая что ты достойный детектив я расскажу все что знаю как не это сделать узнай мое имя как настоящий детектив использовать все доступные средства я снова оставайся незамечен прежде чем она ответила я услышал шаги сзади сайори вот ты где мы же договорились встретиться в библиотеке это была еще одна девочка пионерка пионерочка целосами темного цвета какой сейчас век двадцатый ой точно мне пора прости да ладно только сказал я еще увидимся я шумнулся она пройдя мимо подошла к другой девчонки и они вместе принялись удаляться ты сегодня веселее чем обычно случилось нет все как обычно скажи библиотеке есть книжки про детоксилов от этого я умнулся засею сигаретой и бросаю взгляд на колизон ну понятно короче пары уже состыковались а остается забрать самую сочетую а может или одну дальнейшего разговора я не сушил на неинтересном не было ведь голову как только наш делок был первым вновь начали заползать мысли мешая расслабиться что я вообще пытаюсь найти хоть что-то говорил вчера в ожидании интересе но имеет ли это смысл вдруг мы действительно умерли все это просто выставится для нас как предсмертная блажь сайори лагерь хайд дерьмо какое уж точно не для не это перед смертью хотел бы увидеть даже если действительно умер какой-то имеет значение если это и есть последние часы угасающего сознания надо оправдать звание самого фриксов парня излюбовавшись вдоль пристанью водичкой и прочими приколами закончим сигаретами я вернулся к площади где на лавке уже разбестился хайд и фэбэк но флэшбэк ну короче понятно о чем-то активной беседы о вернулся а я уж думал спецотряд собирать на твои поиски у меня сориентированы на местности все также плохо вы прекрасно о чем с удачить и да так рассказывай как спалился ульяне когда забирался к ним домик обычно перед проникновением нужно осматривать территорию я чего-то не нужен так как полагался и фу об отсутствии важных персонажей в общем и целом мне удалось и убедить никому не трепать об этом наверно удалось так что я теперь агент ггб а я детектив я это и так знают они я не об этом да познакомимся кое с кем а вот только что из библиотеки там же не встретились так что не думаю что мы с электроником останемся друзьями как радикально да не кстати не спортивный открытую консервную банку все что сумел достать о наконец наконец хоть перекус я принял банку и зачерпнулся дежимой ложкой что для дал хайд быстро опрокинуться дежимой брод странный вкус хз обычные консервированные бобы свежие даже гораздо вкуснее того что нынче у нас придает привет из прошлого чё посмотрел на банку потом на хайта потом зачерпнул еще ложку проглотил бросил банку с глаз спина ты чё я блять ненавижу бабы сука особенно мороженое да ладно тебе давно пора забыть про тот случай воркуте он пытался сдержать смех но выше у него плохо влиять это не смешно тут плакать надо знаешь что и вы прямо у меня выберу лучшая из-за спины мадам из баночка моих бабок славя славя славка славяна какая встреча мы совсем что ли едой разбрасываться то я тебя таких банок пить могу нас льданских за такого убить могут понял она вновь она вновь стучу вам не банку недовольна айфоса не хочешь есть заверни в упаковку или выложив тарелку и вернем столовую и кто вообще вам еду выдал а почему она не сады может отряд совсем из других проектов нам собрали она еще тут она еще тут славяна уважаемая моя от поправив город стал был со скамьи но как только он это сделал него в районе пояснится что-то хрустного он побоев свой пул моментально изменившись лице и придерживаясь спину все обратного в общем примите наши извинения наши друга просто травма понимаете там очень деликатной ситуации случилось с похожей банкой бобов в одно время мы не поверите завязывать ладно в общем не хочешь есть давай сюда я несу столовую да ладно ладно им или зачеркнулся джимы банки ложкой и запихал в рот довольно вкусно кстати я за вами приглядываю на угрожающий пощурилась удалилась стороны пирса она всегда была такой стервой ну не так же столько скорее какой-то грубовато и не за вполне обычное поведение наверное я смысл только то что она сказал что она судьбянской отсюда в оригинале они не как местоположение свой риск оригинале они не как местоположение свой не раскрывали вот понервничать ванили они она говорила что она приехала с дальнего севера так что все сходится осталось лишь разобраться в реальности любянская не только спросил я после замечаю что ходит став сигареты и чё она сейчас и до этого докопается и еще кто-нибудь ну да он подсокал после щелкнул пальцами погнали к на лесную полянку чтобы нас никто не понимал покурим да попил поддерживать погнали итак начал я когда мы вышли на полян разбирать против и раздав ребятам по бутылке мартовского я закурю присаживайся упираясь спиной на ствол дерева а ты мне не надо я себя отменно чувствую только буду я понимаю последний прикол и где водку достал по лисы не залез доме к.д. лодочка у нее была припрятана оказывается дерьмо какое ваше здоровье 100 сморщившись я закрыл бутылку и спрятал обратно во внутренний карман и так что думаем дальше я не знаю вообще же я вообще что странно не думала ни о чем практически аналогично значит мы просто останемся тут и тупо отдыхаем всем хайд складом образно образно всем ну для чего ты от нас хочешь нас понимание ситуации не больше чем у тебя дать чё ты на меня агрессит а просто мне вчерашний ничем своими настроение испортил и я возможно умер в деприке плохом расположение духа ну и мы как я сказал возможно умерли или телепортную другую реальность и все это из-за ебучего поезда они умерли наверно спасибо за уточнение ну я согласен в том плане что я понимаю что вообще делать там пони что я не понимаю что вообще ли типа я понял что это был понял что вроде как реально все и вроде даже не канон а мне радует конечно что меня радует конечно но мне вообще не реакций никаких особых мысленно это счет нет тоже я понял только и сказал я затягиваюсь значит значит тут я понял что сам не минимума лишь понять о том что следует делать и о том что вообще не знаю как на все это реагировать мы его сценарий получается пиздец какой ходил и впервые так-то ну да но я затянулся выдыхает дым небо ладно черт с ним совсем мое предложение в силе какой из просто пустить все на самотек типа типа я попытался быть лидером задать нам вектор но я рот того не кормил а я люблю я это вот все пусть все идет как идет нахуй ставить там какие-то цели строить план оповествование прочее это хуйня для быдла андом наша все как на колен как на коленке получится так пусть и будет я лично так считаю устроен супер flex и дебош как хотите я просто отдохнуть воздух чистый крисовок речка кайф просто вдохнуть расвалиться без всех этих приколов с разъебал лагеря и чё там еще в трешмодах может быть русский рэп о нет нет без него уж точно ну бля а я послушали грустной песни хотел мамонтенка послушай ведь это сейчас за этого на него кидывает мегафон из окна в общем в общем в общем так да дать нежно вкинулся принялся пошел сделал глоток за бутылки и посмотрев на меня есть пиздец какая нестыковочка тут саюри саюри пуху саюри то есть в лагере на своем спрайтом из даки-даки нет форме с пиздец у кого-то получается а те не смущает ее присутствие ну блять может это маришка тоже откуда-нибудь из другой новой для очередного болотного мода так что они не ростера вполне ушли или непредсказуемо ты думаешь что это подтверждает что мы реально умерли из саюри тебе сюда засунули как пасхалку перед отправкой в небытие да нет хотя может быть и так и пасть поживем увидим в эту ты над я бы не отказался от свежих кексиков от кексика нацики для денис твои интонации мне вообще не понравилось я про обычный кексы с изюмом там или урагой я не об этом у него и на стрим мечтала я прям таки нашим лезь будет с курагой урагу и быть я говорю с дэнчиком дэнчик это мой прототип похоже так пиздец с кем я оказался надеюсь мы не будем в одном новике жить а как же наш крепкий дружеский закончите реплику а как ушел вели шорох листвы и питание кустов позади либо только и шикнул я откидываю курок ребятки грамотность наколебут руки спел прикрывая их травой так раздвинув кусты кусты по плану раздвинув кусты кром на поляну пожалуй оленька внимательно обводя на взглядом вот такие опоздавшие уже наждали так вот они мы слева направо а что вы тут делаете так вот приехали нам сказали ждать пожатого вот мире ждем отдыхаем воздух птички травка солнышко загораем страны вы какие-то под пивом потому что все пойдемте я вас проверю по документам а там уже и разберемся так точно я отцелетовал ей после чего мы все дружно поднялись с места и длинулись за ольгой кое уже свалил обратно через парк на тропин в компании безликих и частично знакомых пионеров мы прошли по лесной тропе распрощались балластом на площади и двинули в домику саду сиреней ну тут вроде все по стандарт как бы так что ничего такого особого не замечаю он в котором особо не церемониясь ольга принялась копаться в своей тумбочке после изучать папочки папочки бумажки ровно до тех пор пока не нашла то что искала и видимо довольная результатом вернулась к нам настоящему входной двери да все точно извините что пришлось ждать автобус должен был прибыть только к вечеру поэтому я не ждал вас раньше ужина но мы ребята неожиданные одессе только в хорошем смысле она кротко улыбнулась и пощелков пальцами и кротко уносит почему по теме гадевшись вновь вернул нас на нас взгляд у меня ольга дмитриевна зовут я ваша вожата ну в этой сами поняли только качнула плечами после бегала оглядев комнату словно еще подсказки для реплик на них что обычно не свойственно для ее персонажа секунду они бы нас ладушки форма я вам найду может завтра получите а пока стоит вас заселить а следующий автобус когда через неделю настоящий классик да не ошибка то только и высказал себя покручиваем мысль о том что ольга была явно не ванильная как мне показалось в общем ваш домик будет 7 но там только две кровати одному придется заселиться со мной просто дирована без интерес потягивая ключи понятно я взял ключи и передал пашку даже не хотел со мной жить так что берите ключи идите а я останусь а седьмое то как выйдете направо потом поворот налево и следом снова направо до конца сам последний я попрошу помощницу чтобы она вам карт принесла спасибо кто останется нужно кровать застелить еще цепь на велосипеде натягивать умеете умеем только сказал я приоткрывать дверь скидывайте шмотки там а пока тут все за стилю постелю да к вам потянусь парни вышли за дверь а в свою очередь принял комплимент сказал комплимент хереско принял комплект постельного приступил к устройству спального местечка на если верить инфе об автобусе ближайшую недельку о чем страхивают подушку время и дату не подскажете пьяные что ли еще пока нет альга подцепила за мешок с почки на своей кровати на вручные часы 4 августа 36 минут 5 а год какой на не это смешно по-твоему и нужно дурю не нужно дурю только заниматься нет просто у меня проблемы с датами числами не шучу к слову 80 год серьезно и жаль 75 только и выдавая умеешь так на этом дом на сегодня все я говорю я бы с ними больше быть это выходной тут так как это будни у меня тут свои дела делишки так что как-то так поэтому на сегодня снова же все завтра думаю в то же время но хороший вечер так что все бэк 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 и